Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программу «Артефакты». С вами Екатерина Славянская. Вокальная перезагрузка. В Краснодаре представили новый проект шоу-театра «Премьера». Исполнители подарили свежий взгляд, но нетленные хиты. «Бесса Мамуча», «Скайфул», «Филингуд» прозвучали песни из репертуара «Селин Дион», «Битлз», «Квин» и «Группари». Новое видение помогали создавать режиссер Жанны Пономарева, команда балетмейстеров, музыкальных руководителей, художники-постановщики, акробатические дуэты, конечно, артисты балета и солисты шоу-театра. В результате на сцене воплотились истории, которые способны тронуть даже самое черствое сердце. Вилла Пабло Пикассо и «Жизнь цыган» в Краснодаре открылся 10-й международный фестиваль «Фотовиза». И сегодня у нас в гостях участница фестиваля Екатерина Бубнова, художник-монументалист, председатель секции «Монументального искусства» Московского отделения Союза художников России. Вроде бы не обманула. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Это все правильно сказано. Еще хочу к этому добавить о том, что вы оформили несколько станций метрополитена московского. И, в общем-то, совсем скоро в рамках «Фотовизы» в Гайкадзоре откроется, собственно, выставка ваша. Да, и то, и другое. Правда, выставка в Гайкадзоре откроется в понедельник уже. Выставка называется «По направлению к живописи». И там будут представлены совершенно новые работы, которые были сделаны этим летом. Не специально для этого фестиваля, но так получилось, что они прекрасно будут смотреться именно там, в этом пространстве. И я надеюсь, что все смогут их увидеть. Это будет такой вот мой подарок Краснодару, который я очень люблю еще с 2015 года. Да, вот, давайте. В 2015 году вы представили свои работы у нас в рамках, опять же, фестиваля «Фотовиза». Всегда, когда мы говорим об этом фестивале, мы понимаем, что это особая атмосфера. Это взаимодействие совсем юных, еще только делающих первые шаги фотографов и фотохудожников с мировым именем. Это одно. Но с другой стороны, мы всегда спрашиваем, а что же дальше? Вот дальше, что происходит, я хочу услышать из ваших уст. Дальше происходит, в общем-то, можно сказать, не совсем правдоподобная история. Потому что, если ее просто услышать, то можно подумать, что это сказки. Но это быль, абсолютная быль. В 2015 году в Озмоле открылась моя выставка, и на ней присутствовал, в числе прочих гостей, директор фотофестиваля из Хьюстона, Стивен Эванс. Он походил, посмотрел, и еще не закончился вернисаж, как он мне сказал, я приглашаю тебя в гости. Ну, я думаю, ладно, это такая вежливая форма, фигура речи, ничего больше. Хорошо. Прошло примерно месяц, был как раз мой день рождения, я получила письмо, в котором меня пригласили с выставкой в Хьюстон на фотофест. И у меня там была прекрасная выставка. Это раз. И два, в том же году, но только уже в том же 16-м году, осенью, была еще одна выставка, как результат выставки в Краснодаре, участие в фотофизе. Выставка в Братиславе в рамках Европейского месяца фотографии. Там тоже была роскошная выставка в церкви готической. Я очень люблю готическую архитектуру. И мне кажется, она очень подходит к моим работам. И вот там тоже было выставлено несколько, причем больших работ, огромных. Там самая большая работа была 4,5 на 4,5 метра. Ну, плюс там два десятка мелких, метровых работ. И вот в этом году опять я выставляюсь в Краснодаре, чему я очень рада. Слушайте, это действительно потрясающая история и интересный, и необычный подарок к дню рождения. Это да. И плюс то, что всякий раз, когда участвуешь в фотофестивале, так как они международные, то у тебя появляются какие-то всякий раз новые друзья. Причем ты с ними встречаешься по всему миру на фотофестивалях. И вот когда я была как раз в Хьюстоне на фотофесте, я думала, ну вот что я скажу про Краснодар? Как я объясню, где Краснодар и что это такое? Я с удивлением обнаружила, что оказывается, а в тот момент из русских фотографов я была одна. То есть там были фотографы со всего мира, но не из нашей страны. И оказалось, что фото-виза, она знаменитая. И не надо объяснять, где находится Краснодар. Все знают фото-визу. Слушайте, вот это потрясающе. И считают этот фестиваль очень крутым. То есть как бы, о, ты там выставляешься, это да, ты с фото-визы, ты никак не будешь там. Меня это очень, честно говоря, порадовало, потому что на самом деле приятно, ну такое нормальное здоровое чувство гордости. Это действительно лестно. Я очень рада. Когда на международной арене вот таким образом. Ну, в общем, да, это, собственно говоря, Хьюстон, это такой вот родоначальник фотофестивалей. И среди них он считается, ну, самым старым и самым престижным. И когда участники этого фотофестиваля знают и любят Краснодар, то становится просто невероятно приятно и радостно. Да, ну, хотелось бы, конечно, поговорить о той самой работе, которую вы с супругом сделали для метрополитена. Вот расскажите буквально в двух словах. В двух словах это панно на станции метро ЦСКА. Это новая ветка метро, которая открылась в Москве в феврале этого года. И вот одна из станций была оформлена нами. Я даже не знаю, как рассказать словами, что это, потому что надо на самом деле туда... Один раз увидеть. Один раз увидеть, но я не люблю никому показывать фотографии, потому что я считаю, что в данном случае фотографии просто испортят впечатление, потому что они не дадут представления о масштабе и о пространстве. Вот вообще, как вы согласились? Вам предложили, и вы сразу поняли, что да, этот проект мне интересен? Ну, да. Да, это тот самый проект, от которого совершенно невозможно отказаться, потому что я понимаю, что это то, что очень хочется сделать. Несомненно, там есть миллион сложностей при исполнении этой работы, но, тем не менее, радость от того момента, когда ты приходишь и видишь, вот она смонтированная и готовая, он перекрывает все остальное. Вот мне кажется, да, это действительно то самое монументальное искусство, когда ты ощущаешь это физически. Ну, да, но оно у меня на самом деле, это монументальное искусство, оно пришло как продолжение моей работы с фотографией, с мультимедиа. Хотя начинала я как очень традиционный художник, холст масла, и все известное, не знаю, детям с времен детской художественной школы. Но потом это вот трансформировалось в цифровую фотографию, в цифровые коллажи, и дальше... Но дальше вернулась обратно в сторону живописи, и, в общем, стала каким-то таким, ну, что ли, новым моим языком, которым я могу говорить свободно и так, как мне хочется. Расскажите немножко и о работах подробнее, да, которые, собственно, покорили, да, и начали свое путешествие в Хьюстоне, в Бритиславе. Вот что это за работа? Это была выставка в Озмоле, там было выставлено несколько серий работ, и самым главным, ну, таким вот ударным, что ли, моментом, это было огромное панно, 6 на 6 метров, панно под названием «Самое главное глазами не увидишь». Это фраза из «Маленького принца». Да, зорка одно лишь сердце. Да, 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 это был проект, который в Москве выставлялся в фойе Третьяковской галереи. Мы с моей сестрой, скульптором-анималистом, сделали такую инсталляцию несколько лет назад. Потом она вот выставлялась в Хьюстоне, и плюс она была дополнена серией работ под названием «Полимсесты XX века», которые сейчас, кстати, тоже благодаря фото-визе, уехали на мою будущую выставку в Буэнос-Айрес. Потрясающе. То есть фото-виза, она, конечно, открывает мир. Она вот как задумывалась организаторами, что слово «виза», оно то самое и значит, что оно значит изначально. В общем, в загранпаспорте появляются новые визы. Да, то, что тебе открывается дорога в мир, в широкий мир, поэтому я считаю, что это очень важно участвовать, потому что, на самом деле, мало сделать работы, но когда ты их видишь у себя в мастерской, это одно. А когда ты видишь их на выставке, и выставка, сделанная профессионалом, это совершенно не то же самое, что просто развесить свои работы. Екатерина, я очень рада, что вы, так сказать, с корабля на бал прямо к нам в эфир. Спасибо огромное. И до новых встреч. Будем рады вас видеть на фестивале «Кута виза». Спасибо вам. Да, спасибо. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь на Кубань-24.